Два рожка немножечко, маленькую ложечку. Этого ребенка врачи предложили отдать в хоспис, а его родителям задуматься о новой беременности. У Матвея очень редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Малыш практически обездвижен. С каждым днем он слабеет. Обычно таких пациентов ждут питание через трубку, вентиляция легких, летальный исход. Сейчас дети все гуляют, бегают. У меня старший во дворе бегает. Тут дома в игры ждет, когда он поправится, когда он выздоровеет, спрашивает, что я скажу. Спинальная мышечная атрофия не лечится. Для поддержания жизни необходим дорогостоящий препарат спинраза. На него требуется более 40 миллионов рублей. В простой семье из Рубцовска отказали 12 благотворительных фондов. Деньги начали собирать по всему миру. 12 миллионов 353 тысячи. На два укола пока даже нет. Но даже если семья соберет 40 миллионов рублей, они не смогут получить доступ к лекарству. Препарат спинраза только проходит регистрацию в России. Процедура регистрации, она может быть довольно длительная. Это лекарство помогло бы и другим детям, больным спинальной мышечной атрофии. У болезни есть разные формы, в том числе и типы атрофии, с которыми можно жить при должном лечении. В Краевом Минздраве мы узнали, что история Матвея заставила ускорить процесс регистрации спинразы, насколько это возможно. Кстати, сегодня разрабатывается и аналог этого препарата, который может войти в список арфанных, то есть стать бесплатным для пациентов. Есть препарат бронофлама, который начал тестироваться в Российской Федерации. Это аналог американского препарата. Досье на данный препарат было представлено Министерством здравоохранения в ноябре 2018 года. Сейчас ситуация такая, ну, ситуация ожидания, скажем. Сколько она продлится, пока мы не знаем. Каждый день Матвей теряет навыки, которые у него были. Поэтому ждать препарат бессмысленно. В Краевом Минздраве было решено направить ребенка в московскую клинику имени Пирогова. Это единственный центр в России, который занимается редким генетическим заболеванием. Уровень федеральных, скажем, центров позволяет проводить клинические апробации, в том числе использовать препараты, которые находятся на стадии исследования. Может быть, и в данном случае как раз пойдут по данному варианту. 6 мая Матвея ждут в Москве. Там ему будут проводить анализы, уточнять диагнозы и начнут лечение. Сейчас в семье продолжает поступать помощь. Ситуация непростая. Если семья Матвея примет предложение поехать в Москву на обследование и лечение, я готов оплатить дорогу. Родители продолжают бороться за каждый день жизни Матвея. Помочь ему можете и вы. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости.